Круглые столы, дискуссии, презентации, лекции и просто общение писателей с читателями. В течение нескольких дней в рамках Евразийского литературного фестиваля «Лифт» в Сочи состоялись десятки мероприятий. Проходили они на различных площадках города. Одной из них стала библиотека имени Пушкина. Здесь помимо круглых столов и презентаций проходила и книжная ярмарка. Те книги, которые были не реализованы, а их достаточно много, по весу я могу точно сказать, это 350 килограмм. Эти книги мы передаем в дар библиотеке. Это современная поэзия, это современная проза, это детская литература. Я думаю, что читатели останутся довольны таким выбором. Таким выбором читатели точно останутся довольны. Ведь книги в Сочи привезли поэты и писатели со всего мира. В форуме участвовали представители 27 стран. Теперь эти издания приобретут инвентарные номера и займут достойное место на книжной полке. Впрочем, на этом подарки для Пушкинской библиотеки не закончились. Одной из замечательной формы общения творческого и не только творческого, спортивного, это стал благотворительный забег. Всех участников фестиваля и зрители подключились, и средства, собранные во время забега, тоже будут переданы в библиотеку имени Пушкина для приобретения новой литературы. Но главным отметили в библиотеке все-таки остается бесценное общение. В просветительском форуме участвовали писатели, поэты, критики, переводчики, сотрудники библиотек, редакторы литературных журналов, издатели – всего порядка 200 человек. Все остались довольны не только самим фестивалем, но и площадкой – городом Сочи. Кстати, сюда фестиваль приехал не случайно. Фестиваль по своему положению проводится там, откуда родом, где пишет и творит золотой лауреат фестиваля. Лауреатом фестиваля прошлого года был сочинский известный поэт Александр Випрёв, и именно благодаря ему фестиваль приехал в город Сочи. Ну а золотым лауреатом нынешнего фестиваля стал поэт из Кемерово. Поэтому литературный форум, цель которого – укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей России и Евразии – в следующем году пройдет именно в этом российском городе.